Продолжение следует... Может быть, заснул Отец? Во имя Ишуа Мессии. Помоги нам иметь разум открытый. Помоги нам иметь сердце открытое. Мы хотим учиться от Тебя, Святой Дух. Мы хотим быть наполненными Тобою, Божиим. Благословляем Тебя, Царя Славы, и превозносим. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Сразу теплее становится. Итак, сегодня мы с вами попробуем поразмышлять о вопросах, которые достаточно часто мы можем встретить среди мессианских общин. Особенно, когда мы общаемся с людьми, которые пришли где-то из церковного общества. И это вопросы, которые касаются моментов, связанные с законом и благодатью. И очень часто мы можем услышать нечто подобное. Сегодня время благодатное. Правда? Вы согласны, что сегодня время благодатное? Аминь. Сегодня день спасения написано. Будем готовы. Ободримся и так далее, и так далее. Но говорят также следующее. А вот раньше все жили под законом. Раньше был закон. Нечто такое страшное, плохое. Но сегодня время по благодати жить. И я помню, что во времена расцвета харизматического движения было даже такое выражение «прокатиться на благодати». Слышал кто-то, да? А это все по... Знаете, что это обычно означало? Кто-то вот как бы должен был что-то заплатить, но все бесплатно. На шару, да, абсолютно. Бесплатно, благодать и так далее, и так далее. Пожалуйста, все по благодати. Я хочу вам сказать, что на секундочку, но давайте подумаем о том, что за любую благодать кто-то заплатил. Согласитесь, правда? Любая шара – это чье-то. Просто нам дали бесплатно. Это не то, что вот как бы, ну вообще. Нет. Был кто-то, кто за это заплатил. И когда говорится о благодати в контексте спасения или в контексте каких-то вещей, которые Бог нам дарует, то я хочу вам сказать, извините, но Ишуа заплатил за это. Бог за это заплатил. Это не пришло как бесплатный подарок, ну в том смысле, что вообще никто ни за что не платил. Был тот, кто заплатил цену, и достаточно большую. Но также, когда говорится о законе и благодати, обычно говорится о двух заветах. О Синайском завете, то есть завете, который был заключен возле горы Синай или завете Моисея, и о Новом завете. А также очень часто говорится в контексте двух частей Библии. Вот когда мы открываем Библию, она у нас делится, причем неравномерно, на две части. Часть, которая называется Ветхий Завет, то есть старый и ненужный, или закон, как иногда говорят люди, и на часть, которую называется Новый Завет. И вот это именно оно. Вот эту ту часть, которую мы любим, мы читаем. Из Танаха мы читаем всего лишь книгу Притч и Псалмы. Да, вот это любимый, если вы посмотрите на обычную христианскую Библию, вы увидите затертые странички на Новом Завете и такую полосочку посерединке, затертую на Псалмах и книге Притч. Ну, там нам вроде более-менее понятно. У мессианских верующих еще иногда первых пять книг Моисея, тех, которые Тору изучают, бывает затерто. Итак, когда мы говорим об этих двух понятиях, когда люди говорят, обычно подразумевается, что закон Моисея – это очень суровый закон. Око за око, глаз за глаз, или это одно и то же, ну, там, зуб за зуб, если нанесли ущерб, нанеси ему ущерб, там, никакой милости, никакой любви. И вообще, собственно говоря, это закон был, который изначально был обречен. Люди, которые находились в нем, они были обречены. Они не могли сделать так, чтобы Богу было все по сердцу. Ну, то есть, они пытались, пытались, они пробовали, пробовали, но Бог, будучи суровым судьей, Он смотрел на них и говорил, недостаточно, мало. Не можете вы приблизиться ко мне и, ну, в общем-то, ну, как вам живется под моим законом, который я даровал? И люди говорят, плохо, плохо, но мы стараемся, мы пробуем и так далее, и так далее. То ли дело Новый Завет, согласитесь. Пришел Ишуа, он дал нам новые законы, он дал нам заповеди любви и так далее, и тому подобное, и мы как будто все-все исполнили, и все, он стал нами доволен мгновенно. Вот иногда такая каша в голове. Я встречал это много-много-много раз. И говорится там, ну, это ж было тогда, тогда был закон и так далее, и тому подобное. Итак, закон Моисея, это нечто особое в нашем представлении. Мы, когда представляем его, о какой книге мы говорим чаще всего? О книге Левит. Правда? Я, когда вот первые разы брал Библию, да и что говорить, и вторые, и третьи когда разы я брал Библию и читал ее, я доходил до книги Левит, и я старался ее побыстрее. Знаете, есть такое спортивное чтение. То есть ты сел, понимаешь, что надо сделать Богу одолжение, прочитать книгу Левит, и читаешь ее. Читаешь, 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 прочитал. Молодец, красавец. Все, ты знаешь, все. Совершенно непонятно о чем там. Согласитесь, да? Ты понимаешь, что речь идет о каких-то процессах, которые ну никак к тебе не относятся. Они не несут никакого морально-этического наставления, такого вот именно для тебя. Ты не знаешь, как это применить в своей жизни сегодня. Ну просто не знаешь. Ты бы хотел, но не понимаешь как. То ли дело, когда мы читаем притчи, как мы с вами говорили, там все очень просто. Сказал, получил, если то, человек мудрый, пятое, десятое и так далее. Тем не менее, закон Моисея, Синайский закон, он ассоциируется у нас вот с этой сложной системой совершенно непонятных жертвоприношений, каких-то приходов, каких-то очищений, омовений, обетов. И вообще, просто когда подумаешь о том, как они жили, их реально становится жалко. Да? Потому что надо жить вот в этой сложной системе. И ты понимаешь, все обречены. Никто не может этого исполнить. Поэтому, когда мы говорим о законе Моисея, мы говорим, отлично, этот закон в наше время, слава Богу, перестал действовать. У нас есть новый завет. Но, когда он перестал действовать, определенные вещи, которые там были, находились, они по-прежнему действуют. Согласитесь, да? Одно из любимых календариков, или вообще то, что мы можем найти на раскладках книжных наших столов, это, например, перечисление десяти заповедей. На секундочку, это же закон Моисея. Десять заповедей, они были оформлены как часть Синайского договора. И это, хочу заметить, всего лишь была часть. Потому что весь закон Моисея, это не только десять заповедей. Это заповеди, касающиеся жертвы, жертв вообще. Это заповеди, касающиеся левицкого служения, очищения, жертвы, которые касаются праздников, земли и так далее, и так далее, и так далее. Их достаточно много. И оформленный они были, оформлен закон был в свиток. Этот свиток должен был переписывать царь, он должен был размышлять, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, закон Моисея, это намного больше, чем десять заповедей. Но мы, глядя на все это приключение, говорим, отлично, поскольку сейчас храма нет, всего вот этого системы нет, никто даже толком не может сказать, кто из колена левия, а кто не из колена левия, то мы сделаем это все таким образом. То, что касается морально-этических вопросов, мы будем исполнять. А то, что касается вопросов жертв и всего прочего, пожалуй, мы оставим. Может быть, если евреи хотят этим заниматься, как-то заморачиваться, как-то что-то вникать, пожалуйста, мы не под законом живем, мы живем по благодати. Поэтому этические заповеди, они для нас, а все остальное это для них. Вот об этих вопросах мы сегодня с вами порассуждаем. Мы не будем претендовать на глубокий разбор, но мы коснемся основных, базовых понятий. И я хочу вам сказать, иногда этого достаточно, понимать основы, понимать базовые понятия, которые касаются вопросов закона и вопросов благодати. Итак, когда мы с вами говорим о том, что невозможно исполнить закон, мы понимаем, что очень странное состояние получается. Давайте начнем сначала. Бог являет с самого-самого начала себя человеку. Он обращается к язычнику, которого зовут Авраам, и он являет себя ему. Согласитесь, само по себе действие является действием благодати, действием незаслуженной милости по отношению к Аврааму. Подумаем, если Бог всемогущий, а Он всемогущий, Он мог бы сделать так, что люди не догадывались о его существовании. Ведь это же легко. Правда? Ну, просто сделать так, что люди вот, ну, мы же не догадывались, например, по медицине о существовании микробов. Правда? Пока не начала медицина развиваться, и в древности раны после боев лечили очень просто. Поливали маслом, в лучшем случае, или землей присыпали. А потом удивлялись, почему они все так погибают быстро, да? То есть люди не имели основных базовых понятий, которые касались медицины и микробов. Поэтому происходили такие потери после войны в большей степени, даже чем во время самой войны. Итак, Бог являет себя. Вы представляете? Само по себе это действие милости и действие любви по отношению к человечеству. И написано следующее есть. Второзаконие, седьмая глава, седьмой-восьмой стих. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Вот смотрите, Бог избирает еврейский народ. В лице Авраама он говорит, не потому, что ты сильно умный, не потому, что ты большой, могучий и вообще как-то заслужил. Я просто так захотел. Само по себе это бесплатный подарок. Вы помните, да, эту историю, когда Бог предлагает разным народам, но это история вымышленная, конечно же, скрижали с заповедями и говорит, пришел к одним, они говорят, нет, не хотим, нам не подходит вот эта заповедь, к другим, приходит к еврейскому народу и говорит, вы не хотите заповеди, вот скрижали заповеди? Он говорит, хотим, но только две скрижали, да, и он говорит, дал им две две скрижали заповеди. Друзья, Бог дает определенные определенные заповеди. Написано, что он пообещал это патриархам, он выбирает свой народ из своей любви к этому народу. Мы с вами как-то на служении уже говорили, что формирование народа израильского, оно произошло отличным способом, чем формирование всех остальных народов. Мы говорили с вами о том, что народы обычно формируется под воздействием окружающей среды и исторического развития. Иными словами, предположим, жили на советской, на русской земле различные племена, воевали друг с другом, нападали друг на друга, но спустя какое-то время, завоевывая друг друга, они образовывали какое-то княжество, потом княжество воевали друг с другом, и таким образом образовывали. У этого государства, как правило, был один язык, они имели традиции, которые вырабатывались годами, как проводить свадьбы, как проводить похороны, как делать тост, другое, третье, десятое, вырабатывалась определенная судебная система, как судить людей, как наказывать, и в зависимости от культуры это происходило именно в тех государствах. Когда мы говорим о еврейском народе, то формирование еврейского народа происходило иным образом, отличным, здесь тоже мы отличились, от других народов. Бог выводит из Египта группу людей, которая была объединена родственными связями, группу, семью, фактически, приводит в пустыню к себе и единым движением дает этому народу закон, конституцию, правила, которые регулируют их отношения с Богом и их отношения внутри себя. Он устанавливает систему священства, он устанавливает конкретные жертвы, он устанавливает социальную защиту для слабых слоев населения. Одним движением, одним действием он делает для себя народ. И когда он дает этот закон, он говорит, еврейский народ, любимый мой сын, я хочу тебе сказать, что закон, который я тебе даю, известный нам как Синайский закон, он же закон Моисея, он отличается от всех законов, которые есть в окружающих народах. И смотрите, чем же он отличается? Второзаконие 4 глава, 7 стих и 8 отвечает на этот вопрос. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Посмотрите внимательно, друзья, справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Не назвал он закон, который он даровал, Бог не назвал его законом тяжелым, законом несправедливым законом, который просто приводит жизнь человека в совершенный хаос. Абсолютно нет. Он говорит, посмотрите, внимательно рассмотрите, вот, пойдите к тем народам, пойдите к этим народам, сравните вот тот закон, который я дал, с тем бардаком, который творится у них. И вы увидите, что у вас намного, намного лучше. Я люблю вас, поэтому я даю вам вот такой закон. Итак, этот закон был дан Богом, и это было правда, он был справедливым, и он был добрым по отношению к еврейскому народу, по сравнению со всеми теми законами, известными на тот момент. Итак, вот он дарован, но периодически мы с вами слышим простой аргумент, который сбивает нас с ног сразу же. Мы говорим, Тора это хорошо, закон Моисея это хорошо, и сразу же слышим следующее, да, но исполнить его было невозможно. Очень такой простой аргумент, и мы сразу же тушуемся и думаем, ну действительно, какой-то странный закон Господь даровал, такой добрый, такой хороший, только вот исполнить его нельзя. Давайте мы поразмышляем об этих вещах. Это очень странное состояние, которое Бог ожидает от нас. Вот представьте, мы с вами родители, вот у нас есть дети, и мы говорим, послушай меня, сын, бери иметь со мной правильные отношения и поехать в Диснейленд например, на праздники, да, или поехать куда-то там на курорт, ты должен сделать следующее, сыну, например, 7 лет, ну в школу только начал, ты должен сдать мне в конце этого года экзамен по квантовой физике, и мы с тобой поедем и помчимся прямо куда-то там на моря, да, мы понимаем, что для ребенка квантовая физика это что-то запредельное, извините, для меня тоже это запредельное, я бы тоже никогда тогда не поехал на эти моря, то есть никто бы из нас скорее всего туда не поехал, может быть Лиза Павловна справилась бы, вот, но она профессор, вы понимаете, да, вот, дай Бог всем нам так, как она может, друзья, такое складывается впечатление, что Бог это какой-то самодур, который дает людям такой закон, который, ну, невозможно исполнить, и он так вот смотрит и говорит, ну что, мучаешься, да, мучаешься, я знал вообще-то, ты знаешь, я знал, что ты не сможешь, мне просто было интересно, как это ты будешь делать, послушайте, друзья, что за образ Бога мы, о чем мы говорим с вами, если Он дал, а Он тут говорит, я дал добрый закон, то где доброта, ну, можно сказать, ну как же, я же благосклонен к тебе, по крайней мере, я предложил тебе шанс благородный, да, выучить квантовую физику, безусловно, только мне надо всю жизнь и еще чуть-чуть, чтобы это выучить, я не знаю в своей жизни, я не знаю ни одного человека, знающего квантовую физику, правда, я думаю, что большинство из нас тоже не знают, и так, когда мы говорим о невозможности, когда мы говорим о таких вещах, мы показываем, что Бог на самом деле несправедлив, что закон несправедлив, что его характер не является характером любви, но характером злого отца, который требует невозможного, заранее невозможного от детей, которые обречены на поражение, давайте мы посмотрим, правильный ли это образ, когда мы читаем Ветхий Завет, мы иногда говорим, Бог это Бог наказания, когда мы читаем Брит Хадаша или Новый Завет, мы говорим, это Бог любви, вот Иисус, это здорово, а тогда было все плого, но знаете, что интересно, что Бог не меняется, Бог не меняется, Его природа стабильна, и она полна любви к человечеству, Божья природа не изменяется, и написано это в следующем месте, Малахия 3 глава, 6 стих, «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Он говорит, «Я Господь, я вас сильно люблю, я не поменялся, поэтому вы еще живы, вы остались живыми, потому что я люблю вас». И евреям, 13 глава, 8 стих, написано, «Ой, шо, Иисус Христос, вчера и сегодня, и вовеки тот же». Еще раз, природа Бога стабильна в любви к людям. Вот просто возьмите это себе, запомните, как аксиому, «Бог тот, кто меня любит, Он имеет намерения в мою сторону, и эти намерения благие, добрые, хорошие, во благо для меня, а не во зло. Он не ожидает от меня невозможного. Если Он что-то просит, чтобы я сделал, значит, я могу это сделать, возможно, я не вырос, я не разобрался, как, я не приложил достаточно усилий и внимания для того, чтобы этого достигнуть. Вы знаете, иногда мы очень интересно с вами духовно растем, мы пробуем делать какие-то вещи, попробовали, не получилось, мы сказали, «Ха, природа человека, все так не могут сделать». Послушайте, написано так, «Вы не до конца, не до крови еще сражались, подвязаясь против греха». Мы часто опускаем руки, не успев толком и начать сражаться против каких-то грехов, но мы оправдываем свои поражения тем, что, дескать, высокие ожидания, вы знаете, это так сложно, это так тяжело, и так далее, и так далее. Итак, если мы посмотрим внимательно, то можем увидеть, что в Писании есть упоминание о людях, которые Синайский договор исполнили. Неожиданно. Для кого-то это откровение. Например, давайте мы откроем с вами Луки 1 главу, 5-6 стих. Речь идет об очень известных людях, которые жили во времена Синайского закона. Написано, «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». А? Как вам место? Люди жили не в Новом Завете, хотя пишется о них в Новом Завете. они жили во времена храма. Вы знаете, он был священником, он был первосвященником, он входил в святое святых. А вы знаете, что было с первосвященниками, которые входили в святое святых, будучи неподготовленными внутри себя? Они на секундочку немножко умирали. И на всякий случай, чтобы люди знали, ходит он там или не ходит, у него были колокольчики специальные такие и веревка к ноге привязана, потому что если он там умирал за свою нечистоту, то его вытягивали оттуда. Я не знаю, были ли такие случаи, но послушайте, человек, который входил туда, он понимал, что с заповедями надо бы разобраться. Не формально, а действительно нужно было и исполнить то, что нужно. Вы понимаете, да? Одно это говорит о том, что людей было больше, чем двое. Постоянно люди, которые приходили в присутствие Божье, они должны были находиться в определенном состоянии чистоты. Помните эти истории? Переносили ковчег, наклонился, поправить захотели, умерли. Помните, да? Вся книга царств, книги царств вообще сами по себе, они описывают целые-целые приключения, связанные вообще с ковчегом, с храмом, с Божьим присутствием. И были люди, которые могли находиться в этом присутствии, а были, которые не могли. И сразу же приходило Божье наказание, Божья сила. Чем ближе присутствие, тем быстрее приходит результат наказания или благословения, или Божьего вмешательства в жизнь человека. Итак, вот такой вот интересный момент. Но более того, давайте откроем филиппийцам, третью главу, шестой стих. Апостол Шауль, или он же апостол Павел, он рассказывает о своей жизни. Он рассказывает о том, как он жил, когда был еще нерожденным, свыше, когда не был еще христианином. Он говорит, по ревности себе, гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный. непорочный. Он говорит, с точки зрения закона, у меня не было порока, у меня не было каких-то мыслей. Дальше он добавляет, судья мне, конечно, Бог. Бог знает все детали, говорит, но я, в общем-то, за собой ничего не знаю. Итак, был заключен Синайский закон. И люди могли находиться в правильном положении перед Богом с точки зрения Синайского закона. И таких людей было достаточное количество. Таких людей было, мы не видим, знаете, как бы перечисления большого списка, но мы понимаем, что они были. Мы понимаем, что это один из мифов, который призван к тому, чтобы противопоставлять Новый Завет, Танаху, это один из мифов, который говорит, вот то, что там это было плохо, а вот сейчас хорошо. Дескать, Бог евреев, тот, Бог Ветхого Завета, это злой Бог, а наш Иисус очень добрый. Нет, друзья, один и тот же Бог, полон любви, дающий благодать, дающий закон, не злой отец, но тот, кто желает спасения человека, тот, который хочет явить себя через служение людей, осветиться в тех, кто приближаются к нему. Идем дальше. Мы понимаем, что Синайский договор был заключен и он давал определенные пределы свободы человека. Вообще, функция любого закона положить предел свободе человеку. Ну, вот мы едем с вами на машине и мы же свободные люди, правда? Газуем, как хотим, но если стоят знаки, знаки полагают предел нашей свободе. Они говорят, не больше 60, не больше 50 и так далее. Или здесь поворот запрещен, но я же свободный человек, ты свободен, но есть закон, который стоит выше твоей свободы, он ограничивает тебя. И функция этого закона сохранить тебя, идея закона сохранить тебя и сохранить людей от смерти и какого-то поражения, которое, возможно, придет в твою жизнь, если ты будешь нарушать. Мы иногда проскакиваем на красный свет, но мы знаем, что заканчивается, как правило, это очень и очень печально. Итак, в этом законе есть ответственность и обязательство. Есть определенная ответственность и есть определенное обязательство в контексте какого-либо договора. Мы очень легко можем с вами представить договора. Есть люди, которые постоянно их заключают. Например, нотариусы, юристы и так далее. То есть представить себе договор несложно. Например, существует такой договор, как договор об аренде. Ну, вот предположим, я хочу арендовать помещение у Сергея Ивановича. Можно, да? У вас есть? Хорошо, я у вас арендую его. Вот мы встретились. Мы встретились и решаем, как же мы будем это делать. Я говорю, я хотел бы, чтобы это помещение, оно было на такой-то срок, вот такие-то деньги, я бы хотел построить вот здесь стену, вот здесь я хотел бы утеплить, а он говорит, нет-нет-нет, послушай, так это не будет, мы вот здесь вот так, вот я хочу, чтобы ты заплатил вот сюда, когда ты будешь уезжать, я хочу, чтобы ты сделал ремонт и так далее, и так далее. Мы с ним поговорили. Ну, нормально, правда? Мы же взрослые люди. Вот, поговорили и так получается, что он говорит, вот у меня вот такие условия, как бы я понимаю, что особо я с ним торговаться не буду, потому что мне очень нужно это помещение, мы заключаем договор и есть такой листочек. В этом листочке будет записано следующее. Я такой-то, такой-то, предмет договора находится по адресу такому-то, квадратура такая-то, я должен оплатить вот это. Ну, все, 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 все идет подробное, подробное описание. В конце, в самом низу бумажки этой, обязательно будет стоять такая штука. Договор действителен до. Правда? Ну, мы понимаем, что это нормально, потому что Сергей говорит о том, что я не хочу тебе сдавать его в вечность. Ну, есть срок действия договора. Если ты будешь хорошим съемщиком, то мы с тобой, возможно, продлим его, возможно, перезаключим, а возможно, не перезаключим. Это, ну, естественно. Итак, срок действия обязательно указывается. предположим, прошло какое-то время, я снимал это помещение, и срок действия у меня выходит. Выходит. Я посмотрел о том, что, в общем-то, хорошее помещение, но я, пожалуй, пойду к Олегу. У Олега есть другое большое помещение. Оно мне больше подходит, оно более светлое, удобное, и так далее, и так далее. Итак, там у меня срок годности закончился. Ну, срок действия моего договора, он закончился. Я прихожу к Олегу и говорю, Олег, давай мы с тобой заключим договор. Олег говорит, отлично, давай заключим. И мы снова повторяем всю ту процедуру, которую мы уже когда-то говорили с Сергеем. Помещение, тут хочу, там не могу, он говорит условия, цену, и так далее, и так далее, и так далее, все-все-все то же самое. И мы подписываем с ним договор. Мы подписываем с ним договор. Скажите, пожалуйста, будут ли пункты у Олега похожими на пункты, которые у Сергея? Конечно, да, согласитесь, правда? Сергей не хочет, чтобы помещение портилось, и Олег не хочет. Здесь надо платить за свет, и здесь надо платить за свет, здесь вот надо делать какие-то действия, чтобы все было хорошо, не нарушать порядок, и так далее, и здесь надо не нарушать. То есть, смотрите, друзья, договора могут быть разными, а пункты могут быть очень даже похожими. Правда? Согласитесь? Но, предположим, я говорю следующее. Вы знаете, друзья, я так привык к Сергею. Можно я буду, я прихожу к нему и говорю, Сергей, вы не против, если я буду по-прежнему электричество ваше платить? Вы, я думаю, что будете не против, правда? Без договора, ну просто, ну так вот. А еще можно я вас убирать здесь буду и ремонт вам сделаю? Почему нет? Отлично, у меня есть обязательства, подписанные с Олегом. Понимаете, да? Но по старой памяти я прихожу к Сергею, человек очень хороший. И я так привык, вот знаете, я знаю ту сберкассу, куда я хожу платить, она там, меня все знают, там, все Сергея знают, уважают его, очень здорово, очень. Итак, так иногда мы с вами выглядим, когда мы говорим о Синайском договоре и о Новом договоре. Мы говорим, окей, послушайте, храма нет, левицкого священства нет и так далее, и так далее, но 10 заповедей то осталось. Понимаете, да? Они же, это важная часть морально-этическая, мы будем приходить и исполнять их, и делать, и так далее, и так далее. Смотрите, друзья, для тех, кто еще, может быть, не совсем ухватил мою мысль, во времена Советского Союза существовал уголовный кодекс. Было такое, правда? Книжечка такая, которую некоторые люди даже заучивали за определенное время. И там были определенные заповеди или законы, которые говорили, если ты убиваешь человека, то 15 лет тебе дорога дальняя, казенный дом. Нормально, правда? Сейчас, если мы возьмем Конституцию Украины, мы увидим, как ни странно, что в Конституции тоже казенный дом тем, кто убивает людей. Иногда он даже может быть пожизненным. Есть такое, правда? Но если современный человек нарушает этот закон, то он будет судим по закону Советского Союза или по закону Украины? Украины. А почему? А потому что нет Советского Союза. Уловили суть, да? Действие одно, но договора разные. И это создает у нас в голове подчас большую путаницу. Мы говорим, не-не-не, Тора, она действует в нашей жизни, закон, он действует в нашей жизни, ведь нельзя же отменить 10 заповедей. Нельзя же начать вот, ну вообще, вот, а что? Что нам делать? Что нам исполнять? Встает такой вопрос, давайте-давайте, мы будем разбираться, что же перешло оттуда, что же перешло сюда, давайте составим список, и в этом списке мы будем как-то пробовать, ну вот что-то, как-то ориентироваться. Друзья, послушайте, наш договор с Сергеем, он закончил свое логическое действие. Не обязательно туда возвращаться и платить по каким-то счетам, которые к нам не относятся. Скажите, вы можете получить награду, например, заслуженный пианист Советского Союза сейчас, или артист, или ученый. Мы, невозможно, правда? Почему? Потому что Советского Союза нет. Но мы иногда смотрим в условия договора, которые касались Синайского периода, и говорим, а я бы хотел награду оттуда. Между прочим, вы знаете, что проклятие не для евреев, а награды они для нас, для верующих Нового Завета. Это хорошее было бы желание, если бы это было правдой, но как можно получить награду от страны, которой нет? Как можно получить бонус от Сергея, когда он придет и скажет, ты знаешь, ты можешь не платить мне один месяц, например, электричество. Как я могу получить от него этот бонус, если я с ним не в контракте? Ну, это же абсурд. Он мне сделал одолжение. Это ко мне не нужно, я и так не платил. Понимаете, да? Это не то, что я добрый, щедрый человек. Нет, оно не работает. Оно закончило свое время. У нас есть отношение в сторону договора с Олегом. Итак, у Синайского договора истек срок действия. Он пришел к своему логическому концу, к своему окончанию. В чем же был этот срок? Давайте посмотрим. Галатам, 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Это вот тот именно закон, о котором мы говорили. он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. До времени пришествия семени. Срок действия Синайского договора был до времени пришествия Ишуа, его смерти и воскрешения. тогда вот стояла вот эта дата, условно говоря, которая говорила о том, что дальше нахождение в нем становится ненужным. Человек не заключал с Богом Синайский договор на тот период времени. Следующее место, смотрите, Евреям, 9 глава, 6-10 стих. При таком устройстве идет описание храма, скинии и так далее, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. Во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи, не ведя народа. Сим, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящие, приносящего, и которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися к плоти, установлены были только до времени исправления. Итак, Синайский договор действовал до времени прихода семени Абитава или Машиеха, что подразумевает Ишуа, как мы с вами знаем, и до времени исправления состояния сердец людей посредством нового рождения. В отношениях Брит Хадаша, в отношениях нового договора что-то начало происходить в сердце человека. Человек мог родиться для Бога. Происходило изменения с его внутренним состоянием в его сердце. Потому что в отношениях Синайского договора люди могли приближаться к Богу и они делали это, но им было очень сложно, потому что внутри них бурлила целая гамма различных мыслей, различных переживаний и всего-всего-всего того, что было. Но Бог говорит, послушай, я понимаю, что тебе сложно, я понимаю, что у тебя внутри вот такая вот буча может быть. Он говорит, я не ожидаю от тебя, чтобы ты любил своих врагов. Я прошу тебя, просто не убивай их. Да? Он говорит, я не ожидаю, что ты будешь думать о женщинах без вожделения. Он говорит, ты просто не прелюбодействуй. Но когда мы говорим об отношениях Бритха-Даша, планка, она подымается. Понимаете, да? Он говорит, поскольку ваше сердце, оно будет меняться, поскольку вы будете по-другому смотреть на суть вещей, то теперь вы должны по-другому мыслить, качество вашего приближения ко мне, оно становится выше. Итак, прежде всего также нужно запомнить, друзья, что для того, чтобы исполнить Синайский закон в наше время, его неплохо бы для начала заключить. Мы знаем, что договора заключают, правда? Для того, чтобы я как-то с Сергеем имел взаимоотношения, мне надо бы неплохо подписать сначала. А вдруг он не захочет, вдруг это не работает, вдруг он уже сдал это помещение кому-то другому. И во времена Моисея и до Ишуа происходило это заключение этого договора по определенному порядку. Договора, вы знаете, что есть определенный порядок, как заключаются договора. Итак, как же человек мог заключить и заключал Синайский договор с Богом? Он мог родиться в семье людей, которые находились уже в этом договоре. Например, если я арендую квартиру, и у меня рождаются дети, они становятся частью той семьи, которая живет в этом помещении. Правда? Они входят как часть семьи в условия этого договора. Может быть, ответственность у них маленькая, тем не менее, они становятся частью семьи, которая находится в договоре. То же самое, если, например, кто-то становится частью вашей семьи. например, скажем так, удочерили кого-то или усыновили кого-то. В Израиле было такое состояние, когда ты покупал раба, он разделял с тобой судьбу, он разделял с тобой часть завета. Ты должен был его обрезать, ты должен был там, определенные были постановления по Синайскому договору, что мог делать раб, что не мог делать раб, какой он должен быть, и так далее, и так далее. Итак, эти люди становились частью Синайского договора. И когда ребенок рождался, его никто не спрашивал. Он просто рождался в этом договоре, его просто обрезали на восьмой день, и не спрашивали, ну как, ты хочешь, ну вот, он говорит, ну в принципе не знаю, в принципе хочу или не хочу. Нет, восьмой день, и все нормально. Позже, когда ребенок вырастал, он подтверждал или опровергал свое нахождение в этом договоре. Мы понимаем, что когда взрослые люди, они уже могут размыслить и могут сказать, вы знаете что, а мне вообще Сергей не нравится, вот я не хочу здесь жить, я ухожу, я достаточно взрослый, чтобы принимать взрослые решения, и ухожу. Да, и Бог говорит, нормально, уходи, только я хочу тебе сказать, что имя твое, оно будет стерто везде с наших отношений. Ты не сможешь получить ни благословения, ни какие-то преимущества наших взаимоотношений, ты будешь находиться вне наших отношений. И мы можем увидеть такой яркий пример, помните, 12 колен выведены в плен на уходе носором, и 10 полностью теряются, возвращается в Иерусалим около 42 тысяч человек, которые названы целым Израилем, и они отстраивают Иерусалим по новой. Но около двух миллионов людей, они теряются в вечности, и память о них стирается абсолютно. Они перестают быть частью народа, они перестают иметь отношения с Господом. То есть, человек, который вырастал, он должен был подтвердить нахождение в Завете через определенные действия, посвящение правилам и ответственности этого Завета. Иными словами, вырос, помогай платить арендную плату, помогай убирать помещение, ты этими действиями показываешь, что ты имеешь отношение к этой аренде и к этим взаимоотношениям. Итак, еще один из способов, которым можно было заключить Синайский договор, это был путь Гиюра. Или путь, когда человек из другого народа, он принимал условия договора, он проходил определенный процесс, который включал в себя исповедание веры, включал в себя обрезание, омовение, очищение и так далее, и такой человек становился частью этого договора. Я хочу вас спросить, кто из нас заключал когда-либо Синайский договор? Кто из нас? Я не знал такого человека. Но мы можем притвориться, что мы его заключили. Правда? Мы можем взять обязательства по этому договору, мы можем платить деньги, мы можем делать какие-то вещи, но на самом деле его не было. Вы понимаете? Потому что на сегодняшний момент, как написано, то, что мы читали, с переменой священства должно все поменяться. Нет храма, никто, ни за кого из нас не принесено в храм первородное, определенные финансы, выкуп, и целая-целая структура, которая была тогда и которая делала возможным человека нахождение в Синайском договоре, ее просто физически нет. Речь идет о помещении, которого нет. Речь идет о стране, которой нет. Речь идет о договоре, который закончил свое действие. Но определенные принципы того раннего договора, они действуют сейчас. И то, что они действуют сейчас, не значит, что мы исполняем тот договор. Это значит, что Бог по-прежнему заинтересован в отношении с нами. Евреям 7 глава 12 стих говорит, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. А священство, друзья, поменялось. У нас есть Ишуа, первосвященник, Хадатай, тот, кто приходит в присутствие Божие. Писание говорит о том, что мы с вами, верующие Нового Завета, Брит Хадаша, стали священниками этого Завета. Мы те, кто приходим в отношение с Богом по пути, который новый для нас, путь, который более совершенный, путь, который полон Божьей любви, благодати, так же, как и тот Завет, который был раньше. Итак, что же является актуальным для нас сегодня? Новые взаимоотношения в Новом Завете, в Брит Хадаша. Ишуа, когда приходит в этот мир, он предлагает людям заключить с Богом совершенно новый договор. Договор новый, это не обновление старого, это другой, новый договор. При этом он дает людям возможность изменять сердца, следовать за Богом и исполнять определенные принципы любви. Смотрите, Матфея 22 глава 36 40 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ишуа сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Смотрите, он говорит, если взять все, что было с Сергеем, мы можем объединить в два простых принципа. Принципы любви к Богу и любви к человеку. Он не распределяет это таким, знаете, жестким списком, который бы мы могли с вами перечислить, он говорит принцип. И нужно понимать, что понятие принцип это для взрослых, потому что для детей понятие принцип, оно часто бывает непонятным. Вот как мы учим наших детей? Мы говорим, сюда не ходи, потому что ударит тебя по голове, например, да? Вот ты должен встать, одеть перчатки, одеть шапку, одеть еще там колготки и так далее и так далее. Мы перечисляем, что ребенок должен одеть, когда он собирается на улицу пойти на санки кататься. Это подробные заповеди, которые мы родители с вами даем ему. Но допустим, кто-то из взрослых хочет пойти на санках покататься, такое тоже бывает. Да? И он спрашивает, что там на улице? А ему говорят, минус пятнадцать, одевайся. послушайте, это принцип. Он знает, там холодно. И он сам уже в голове знает, он взрослый, что надо одеть шапки, три пары колготок и так далее, и тому подобное. Он знает, что нужно сделать, чтобы исполнить принцип сохранения тепла. Вы понимаете, да? Но для этого надо быть взрослым. когда Бог обращается в период Синайского договора, Он говорит, они как дети, я им перечислю все, что им нужно сделать. Они должны сделать вот это, вот это, вот это, и это сделает возможным их приход ко мне. Но сейчас в отношениях бритха даша я хочу, чтобы вы поняли две простые вещи. Любовь. Вы должны смотреть на свои поступки, на свои действия категориями любви к Богу и категориями если ты любишь ближнего, то ты не будешь нарушать десять заповедей. Тебе не нужно их перечислять, пускай их будет пятнадцать, двадцать пять. Не суть, друзья, если это нарушает твои взаимоотношения, если это противоречит любви к ближнему человеку, настоящей Божьей любви, то ты нарушаешь действия договора в бритха даша, действия любви. То же самое касается отношений с Богом. Это возраст. Ишуа поднимает планку нашего следования за Богом. Римлянам 13 глава 8 стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Любящий другого исполнил Синайский закон, друзья. Любящий другого. Друзья, когда мы исполняем принципы, мы однозначно исполняем заповеди. Понимаете, да? Иными словами, если ты не прелюбодействуешь в сердце, то уж 100% ты не прелюбодействуешь в жизни физическими какими-то действиями. Если даже в мыслях ты боишься оскорбить человека, то тем более ты не убьешь его. Тем более ты не убьешь его. Это исполнение принципов, которые более серьезны. И поэтому можно сказать, знаете, что Новый Завет это тоже не так просто. И говорится, да нет, нет, постойте, это закон любви, закон благодати. Раньше с телятами надо было и какими-то голубями, и жертвами возиться, и так далее. В этом плане Бог дал нам милость. У нас есть совершенная жертва Ишуа, но у нас появилось больше ответственности. У нас появилась более взрослая ответственность, более зрелая, более качественная. Бог говорит, послушай, мне нужно твое сердце, мне недостаточно, чтобы ты просто не делал или делал что-то. Я хочу, чтобы ты руководствовался любовью. Я хочу, чтобы ты руководствовался более глубокими процессами, более глубокими мотивами. Итак, если мы хотим угодить Богу на сегодняшний момент, единственный способ, как мы можем это сделать, это в отношениях Нового Завета, в отношениях Бритха Даша. И мы понимаем, что нет никакой сейчас разницы в принципах любви между евреем и не евреем. Принципы Нового Завета распространяются на каждого человека. Хотя мы понимаем, что изначально Новый Договор был заключен именно с Еврейским Заветом. Они ожидали прихода семени, они ожидали спасения, они понимали, в отличие от других языческих народов, вообще о чем идет речь. И встал вопрос о нахождении верующих людей в отношениях Нового Завета, то апостолы, вы помните, да, такой знаменитый Иерусалимский собор, это Деяние 15 глава, он описывает то, к чему они пришли. И говорят они следующее, с 19 по 21 стих. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеева древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Смотрите, очень простые заповеди, очень простой подход. Языческий народ, пожалуйста, обратите внимание, что вы не должны кушать кровь, что относится в общем-то к договору Ноя. Помните это, да? Это не только была часть Синайского договора, это то, что Бог говорил еще Ною, до всего, всего, всего. Он говорит оскверненного идолами, то есть, чтобы у вас не было другого Бога, кроме Бога Всевышнего, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Это что, перечисление заповедей? Нет, это принцип, принцип любви к людям. И фактически мы здесь видим вот то, о чем говорилось, люби Бога и люби людей. И дальше он говорит, в синагоге вы можете узнать некоторые детали, вы можете научиться там о истории, о традициях, вы можете научиться о праздниках, понять характер Бога. Поэтому вы пойдите и почитайте. Эти писания, они по-прежнему важны, потому что, поскольку Бог не меняется, вы можете научиться о Нем. Из Танаха, из Писаний, которые известны нам, как сейчас, Ветхий Завет. Вы можете научиться, то есть, мы можем поучиться о том, что, ну, вот, какой характер Бога, когда мы посмотрим на предыдущий листочек, который был заключен с нами. Итак, Бог создает один народ из верующих евреев и из верующих неевреев. И Он соединяет это все единое целое под названием остаток в общество людей, которые вместе приближаются к Нему, которые спасены Его благодатью, Его милостью. И Ефесянам 2 глава 11-22 стих говорит, Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждые заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упраздни вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на нем. И придя, благоествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в Святой Храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духа. Итак, все мы находимся в рамках одного Завета. Бог открыт для каждого из нас. И вы знаете, у каждого есть традиции. В еврейском народе есть свои традиции, есть свое культурное наследие. Это очень здорово. Мы носим кипы, потому что это часть культуры. Мы проводим хупу, мы проводим другие церемонии, которые тоже являются частью культуры. И это нормально. Вы знаете, у украинцев также есть своя культура. И у каждого народа есть то, что отличает его от других народов. И в этом мы свободны выражать себя. Но с точки зрения спасения, с точки зрения завета, мы одно целое. Нет каких-то особенных заповедей, которые обязаны исполнить. украинцев отец отец Субтитры подогнал «Симон»